Ребят, всем большой привет, меня зовут Алексей Пчёлкин, и на протяжении этого замечательного стрима мы вместе с Бустером будем проводить заключительную мини-викторину от компании Five. Есть такая невероятно вкусная жевательная резина. Алексей, какой я здоровенный, вы это видите? Да, вы невероятный. Это просто жесть, Алексей, какая подлюка. Просто невероятная. Продолжать, Алексей, прошу прощения, что вас перебил. Давайте перенесёмся на сайт ForceDrop, чтобы проверить одну легенду. И легенда гласит, что кейс Оринян всегда даёт. Ну что ж, давайте это проверим. Откроем сразу 5 кейсов. Так, всё это дело нам обошлось в 845 рублей. Запоминаем эту сумму. И сейчас мы узнаем, как на самом деле даёт кейс Охринян. Ну что тут сказать-то? Легенды не врут, и кейс достаточно хорош. Ну а ещё лучше этот кейс будет давать, знаете, с каким промокодом? Правильно, с промокодом REWIND. Обязательно вводите его, и вы получите большой бонус в 30%. Погнали. Викторины проходят в разных играх. CSGO, Fortnite, PUBG, Dota 2 и у разных стримеров. Но с Вячеславом мы будем проводить викторину именно по CSGO. Какая выгода для вас во всём этом шоу? Компания FIVE будет раздавать крутые внутриигровые предметы для самых умных и самых быстрых. То есть важно не только правильно отвечать на вопросы, но ещё и делать это как можно быстрее. На первый вопрос даётся 30 секунд, на второй 20 секунд. А на вопросы с третьего по 12-й даётся 15 секунд. Пять лучших по итогу и получат пять предметов из CSGO. Вячеслав, сегодня это пять охотничьих ножей, поветростная закалка. О, да, Алексей! Это волшебные ножи, Алексей. Я не знаю, где вы их берёте постоянно, но это просто шикарные призы. Нет, они не мои, Вячеслав. Не имеет значения, Алексей. В любом случае, они в нашем пуле. Они в нашем пуле. И пул, самое что важное, не скрытый. Алексей, я не знаю, что это значит, но мне, в принципе, не важно. Полностью согласен. Обязательные пункты, Вячеслав. Первое. Регистрация. Можно зарегистрироваться и после викторины, если по каким-то причинам вы не можете этого сделать сейчас. Но главное успеть в течение 15 минут после её окончания. Если вы что-то выиграете и не зарегистрируетесь, то вы попросту не получите охотничий нож, поверхностная закалка. Если у вас есть код с упаковки FIVE... А если собакались... Алексей, прошу прощения. Всё хорошо? Естественно, Алексей, прошу прощения ещё раз, в очередной раз. Ничего страшного, Вячеслав. Если у вас есть код с упаковки FIVE, он же промо-код, вводить его нужно только перед началом викторины. Если викторина стартанёт, ввести его уже будет невозможно. Также, друзья, не забывайте, что промо-код, если вы вводите его в виджете, обеспечивает вас дополнительной жизнью. Всего их может быть три. Но если вы введёте этот промо-код не в виджет, а, например, в описании под стримом у Вячеслава есть замечательный баннер. Волшебный, ребят. Этот баннер, он просто прекрасен, ребят. Да, и если вы перейдёте туда и введёте этот промо-код на сайте, то вы сможете ещё поучаствовать в розыгрыше дополнительных скинов. Выбирайте либо жизнь, либо скины. Ну, понятное дело, дополнительная жизнь в нашей замечательной викторине, друзья, чтобы никто ничего не подумал. Ну и самое главное, Вячеслав, мы к этому шли практически два месяца. Знаете, что это? Правильно. Естественно, Алексей, естественно. Пожди, можно я назову это? Да, я только что... Хотя, скажите, что после, договорите, а я скажу, что это. Да, да. После шоу-матча, который будет, когда пройдёт наша викторина, рандомным образом на своём стриме Вячеслав Кустеренко разыграет водительские перчатки Гремучая змея! Алексей... Что? Да, Дим! Гремучая змея? Да! Это перчатки, Дмитрий. Я понимаю, но... Дим, мне плохо, Дим, у меня голова кружится. Найс. Дмитрий, знаете ли, сколько стоят эти перчатки? Я боюсь предположить. Больше 100 тысяч рублей. А знаете, какая компания предоставила такие дорогие скины? Какая? Какая? Компания. Компания FiveDrop АААЙ! Да ну! Невероятно! Вкусная, жевательная резинка, FiveDrop Ого, смотри! Да ну! Слава девушка, двертится голова немножко? У меня просто какой-то непонятный головокрут. Головокрут. Мне плохо, Алексей... Мне плохо. Придите в себя, пожалуйста, я могу на вас подуть. Подутьте на меня, Алексей. О, ещё хорошо. ой какое блаженство ой вы мой веер алексей о о еще еще чуть-чуть ой ой алексей вячеслав вам лучше же припотела можно алексей подул а можно я тебе в дую давайте давайте после викторины дмитрий вячеслав займите другую позу пожалуйста я просто курочка на жордашки жордашки а я уже испугался что вы приготовились для дмитрия ну ладно голова загружилась друзья если наш замечательный стеймер готов если вы чат готов то я буду запускать викторину дмитрий я готова ребята готовы ли вы покажите вы будете отвечать на вопрос ну я не силен в контре но да да я видел как вы убиваете в игре counter strike не говорите мне что вы не сильны в этой игре гузлик имеет силу в этой игре вытащили клачи вы делали невероятные киллы с ну что что бояться дмитрий вы их и уважали вопрос их уничтожали это это нам еще дмитрий покажет в третьем шоу матче на сегодня после которого вячеслав и разыграет главный приз в кс-го водительские перчатки гремучая змея рандомным образом среди всех тех кто принимал участие за все время викторине по кс-го алексей у меня такой вопрос просто извините что я вас чуть-чуть перебил перчатки то водительский да а чем управлять то у них знаете с такими перчатками вы можете управлять даже своей жизни алексей алексей да вячеслав вы готовы вячеслав я готов алексей первый вопрос давайте алексей какого оружия нет в игре штурмовая винтовка пистолеты пулемет гранатомет дробовик ну это очень легкий вопрос это вопрос смешной вопрос знаете с подковыречкой я бы даже сказал с какой-то иронией даже я не играю в кс могу ответить на него дмитрий вы можете ответить на многое дмитрий как вы думаете какого игре нет вот как мне подсказывает гранатомет гранатомет дмитрий если вы принимали участие в нашей игре то на первый вопрос вы бы скорее всего как мне кажется дали абсолютно верный ответ именно гранатометах на данный момент нет в игре хотя сегодня вячеслав передавал травоману оружие здесь поставили гранатомет на его присутствии так если присмотреться если присмотреться до 10 тысяч человек в игре вопрос под номером 2 чем отличается counter-strike от большинства других шутеров в игре нет звука наличием экономики малым количеством патронов отсутствием снайперских винтовок вячеслав вы нажали вопрос непонятный не знаю мне будет смуту смятение мне кажется первый вариант ответ то что в игре нет звука и вы ответили а вячеслав вы в игре нужен нет алексей я думал то что это не просто неправильный факт надо на него дать ответ спасибо вячеслав чат мы продолжаем с вами мы идем дальше вопрос под номером 3 на какой карте нет позиции мид или же мидл даст 2 нюк инферно мираж мидл да на какой карте нет ну ну это очень легкий вопрос алексей опять же очередной раз и что же это за карта вячеслав это данюк часто ли вы играете на этой карте слушайте очень редко хотелось бы ну гораздо чаще я вам так скажу гораздо чаще бы хотелось вот я прямо если честно на чистоту с вами общаться я думаю у вас все впереди я думаю что я тоже я вам я тоже думаю алексей на карте вопрос под номером 4 вячеслав какая из этих штурмовых винтовок имеет глушитель а к 47 м4 а4 галил м4 1 сайленса слушайте вообще вопрос который даже тут думать не надо сайленсер что переводите ребят с английского занятика переводится просто подумайте и как же вячеслав тихий типа вячеслав это не про вас это не про меня я не сайленсер я лаудер есть такая классная песня лаудер да наверняка вы слышите я я вэри лауд гайс бьютифул инглиш вячеслав сеньки бьютифул инглиш бьютифул так сказать пенсел энд фэйс энд фэйс энд фэйс вопрос под номером пять друзья с каким названием меньше всего с каким званием меньше всего игроков в кс гоу silver 1 legendary eagle global elite gold nova это очень легко это глупо не так вообще наверняка спойлерить да всем сразу же ответ ну да нет можно если вы уверены почему бы не ответить и нас побеждает не только тот кто отвечает правильно еще и быстрее всего конечно это конечно глобал элит а вы совершенно право вячеслав да это на этом вопросе мы потеряли тысячу игроков а это очень грустно алексей потому что люди думали что silver 1 тоже достаточно редкое звание они принципе в целом право но и настолько редкая как голуба и полностью вас поддерживаю вячеслав вопрос под номером 6 убийство с какого оружия принесет больше денег зевс нож пистолет снайперская винтовка что этот вопрос крайне легкий лисе просто ну смешно это реально это ржач знаете что это за оружие алексей внимательно нож невероятно тот самый нож который мы сегодня разыгрываем на совершенно верно тот самый охотничий нож повершественная закалка алексей вы невероятно но пятьсот шестьдесят человек подумали что зевса дают больше а если секрет а здесь сколько дают и в салдах если углубиться в экономику так сказать наши любимые киберспортивной дисциплины что это за сумма примерно хотя бы и вообще дают ли сколько-то 0 вот не пишут чате 0 это я так правду а мы бы дают дефолт за зевс если я не ошибаюсь а вот пишут 0 значит вообще не дает получается алексей значит мы с вами оба так сказать не осведомлены данным вопросом ну это же странно вам так не кажется а да правда 0 чат вы молодцы на самом деле убийство с девца происходит крайне редко невероятно редко поэтому оружие такое что ты делаешь килл подбираешь дроп и пытаешься с ним что-то сделать потому что оружие что вячеслав правильно до бойная да совершенно верно продолжаем вопрос вопрос под номером 7 какую сумму получит игрок за убийство с ssg 08 в соревновательном режиме 100 долларов 300 долларов 150 долларов 350 долларов вячеслав но вы знаете ответ естественно естественно все это 300 долларов всего лишь обычных 300 долларов конечно но мы-то знаем что 300 долларов это огромные деньги вещество естественно алексей жалко что знаете было бы классно из этого так делаешь килл до в counter strike а потом тебя бац из дисковода 300 долларов вылазит я подумаю в игру индустрии гораздо больше было бы людей задействовано а у вас все еще есть дисковод в компьютере конечно у любого сейчас должен быть дисковод дисковод новейшей технологии алексей полностью согласен с вами не я больше у меня есть дискетник дискетник у вас даже есть конечно современный компьютер более не в таком компьютере как у меня все должно быть метод даже микроволновка есть и холодильник вы там курочку делаете жарю курицу я в другом месте все таки я слышал пару раз кого вы называете курочка в какой стране вячеслав расположен даст 2 вот очень легко марокко италия северная америка или же нигерия я вовремя да как раз успели на 8 вопрос забавные смайлики у вас в чате вячеслав да вот не особо алексей я пока вопрос не вижу кстати я вам прочитаю вопрос нет нет номером нет нет я сейчас увижу его этот читать я конечно же больше не буду девятый вопрос сколько игроки кт получают за победу в раунде без обезвреживания бомбы 3200 долларов 3270 долларов 3250 долларов или же 3350 долларов дмитрий как вы думаете по моему 3250 я обычно получаю вячеслав ваш ответ существ не ошибаюсь тут 3200 ну могу ошибаться естественно но если не ошибаюсь прав оказался дмитрий 3200 дмитрий 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 очень много знаю очень много сейчас очень много времени проводит в этой киберспортивной дисциплине он так скажу вопросов нет по его игре видно что он стал гораздо лучше играть это верно это верно вопрос под номером 10 чат дмитрий вячеслав и для вас конечно же чтобы получить достижение путь разрушения нужно прекратить обезвреживание бомбы чтобы убить террориста затем закончить обезвреживание обезвредить бомбу менее чем за одну секунду до взрыва выиграть раунд обезвредив бомбу или же установить стоп бомб мне кажется это установить стоп бомб мне кажется дмитрий как вы думаете мне кажется что тоже что-то в этом варианте дим я тебя люблю дима ты знал-то джентльмены я вас люблю и вы совершенно и мы тянули это установить стоп бомб вы правы друзья и мы с вами продолжаем вопрос 11 сколько раундов было сыграно в самом долгом матче кс гоу 73 88 52 91 слушайте я вот просто говорю после опыта что я играл не помню где вот в 16 71 или 73 раунда примерно мы играли что-то в этом районе это как в контор страйке 16 но мне кажется почему что это 52 раунда вот так вот это хотя стоп сумме нет 73 на самом деле вячеслав 888 алексии алексиии да и большое спасибо что не я комментировал восьмерка это счастливое число в Китае считается алексей а вопрос интересно знаете вот со стороны комментатора вот за такие матчи какие-то дополнительные оплаты делают или вообще как бы не имеет значения они не имеют а то есть матч ну а вообще слушайте вот если это конечно не конфиденциальная информация оплата идет за матч или оклад именно там где я работаю на рухабе у нас зарп заработная плата а то есть грубо говоря может вообще нибудь матчи в месяц за месяц да я могу месяц просидеть дома но мне придут деньги могу месяц работать каждый день алексей я хочу чтобы вам как можно чаще приходили деньги чтобы вы были счастливы очень хорошие а за хорошие шутки на матч на трансляции как-то поощряют это работодатель я думаю поощряют вообще алексей уже рассказывал что у него был опыт в арфейсе с хорошей шуткой я думаю это все поощрилось но это было не на эфире слава богу а вообще за шутки не поощряют поощряют за хорошую работу ну например по итогам месяца лучший работник апреля например вячеслав и за это могут на карточку под накинуть денежек к твоей заработной плате за шутки нет вопрос под номером 12 он же последний горячие клавиши на закупку оружия фамос b31 b41 b21 b52 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 алексей слушайте вы я такой уже головой не здесь находитесь б52 алексей ну вы мой шалон извиняюсь б52 да слушать я думаю это б41 алексей вячеслав если бы вы отвечали это не б52 это б41 конечно же это б41 259 человек дошли до конца последней викторины от невероятно вкусной жевательной резинки волшебный желательной резинки волшебный наилучший волшебный и мы можем посмотреть с вами рейтинг и увидеть что все игроки зарегистрировались и это здорово друзья на это волшебно это невероятно это просто супер вы молодцы поздравляем вас и вячеслав вот и все вячеслав алексей закончилась викторина 5 но не наш с вами общение я вам так скажу поэтому не будем носить нотку нотку трагичности вот это все потому что никакой трагичности никакой мы мы с вами провели как вам как вот оцените пожалуйста интеграцию от компании фай слушайте алексей это было не забываем я очень рад что интеграция помимо бабок принесла мне еще и хорошего знакомого спасибо вячеслав я знаете что еще хочу сказать предлагаю завершить интеграцию и дать друг другу 5 ой файф дай другу ой ой да oj алексей дима блять димитрий уже закончилися поскольку у нас есть 5 победителей мы уже закончили интеграцию тогда пиздота интеграция да друзья в течение определенного времени это будет небыстро но с вами обязательно свяжется сотрудник FIVE, на почту вам придут инструкции, и вы получите тот самый охотничий нож, поверхностная закалка. И после следующего шоу-матча, который начнется уже совсем-совсем скоро, Вячеслав на своем стриме разыграет главный приз рандомным образом водитель. Алексей, что если я хочу разыграть свою попку? Это ваше право, Вячеслав. Спасибо, Алексей. Я ждал ваше разрешение, так сказать, получить на это хотел. Как-то можно ваше? Можно в танце как-то. Я вас подъебала, если честно. Если не скромничать. Я вас подъебала.